Сегодня я хотела бы подискутировать с вами о понятии деликатности и такта в традиционном этикете. Эта идея возникла в результате того, что однажды, когда мы занимались исследованиями телесными, кто-то наступил кому-то на волосы, или кто-то кого-то не совсем аккуратно или не совсем надежно взял на поддержку, и кто-то упал. И была произнесена фраза «можно поделикатнее как-то». Мы просто стали исследовать эту тему, и затем у нас стали появляться очень интересные наработки, которые мы оформили в такой небольшой показ, и мы это сделали в Одессе полтора года назад. И в Одессе зритель одесский сказал, к чему вы это не играете, и нам предложили сразу две площадки. А в Днепропетровске мы решили показать его первый раз. Ну, как-то захотелось мне, потому что все-таки это мой родной город, здесь другие танцы, и дети сегодня придут смотреть, да, то есть они должны понимать, к чему им стремиться. Наша цель состоит в том, чтобы посредством анализа приведенных выше слов выявить языковое содержание понятий деликатности и так, как и этический концепт. Все, что мы делали, это такие этюды, зарисовки, да, из этого потом выстраивалась какая-то драматургия, да, то есть мы вот сначала сделали несколько сцен, там, дуэт, соло, еще одно соло, еще один дуэт, трио. Мы не хотели, в общем, ничего показать, мы не хотели спектакль делать. Мы просто стали исследовать эту тему, и затем у нас стали появляться очень интересные наработки, которые мы оформили в такой небольшой показ. Было очень интересно исследовать грани, потому что вот сколько нас было девочек, и там в начале было чуть больше людей, у каждого было свое объяснение этому и примеры. Поэтому тут копать и копать. Юля, вы можете, слово деликатность акцентирует внимание на бережном отношении субъекта к чувствам партнера, которые хотят на уважение и заботы о нем? Да что ты! Слово деликатность может указывать на то, что цель субъекта сделать так, чтобы партнер не испытывал по его вине неприятные ощущения, например, чистоты, дискомфорта, и не страдал от шума! Но в данном случае субъект заботится не только о чувствах партнера, но и о чувствах всех остальных присутствующих, стараясь не ставить бегу из сторон в неловкое положение. Очень много мы думали над словом деликатность, черпали вдохновение в принципе в каких-то, может быть, научных статьях, лингвистических в интернете и, естественно, в обиходе, в объединенной жизни, что такое деликатность нынче. Вообще в современном театре не принято объяснять смыслы. То есть у каждого своя правда, и каждый воспринимает это так, как он считает нужным. И это есть правда для каждого человека, нет какой-то единой правды для всех, что это только так и никак по-другому. То есть для кого-то это понимание одиночества, а для кого-то это понимание какого-то эгоизма. Если мы играем, то мы играем как дети. Вырастаем, забываем об этом. И нужно просто вспоминать, что не всегда все, что за плечами нас тянет вниз. Есть время ненавидеть, есть время обнимать, есть время уклоняться от объятий, есть время рождаться, есть время умирать, есть время смеяться, есть время плакать. Есть время собирать камни, разбрасывать камни, есть время собирать камни, есть время молчать и есть время говорить. Сегодня, с моей точки зрения, время говорить. Молчать — это значит признать собственную слабость, это значит признать, что мы не способны внести ответственность. Молчать — это значит не быть. Мы есть. Поэтому мы говорим спасибо большое.